Россия атакует на семи направлениях. Украина усиливает оборону. Специальную военную операцию надо остановить. Кандидат в президенты Борис Надеждин встретился с женами мобилизованных. Удар по Йемену. Россия осудила совместную атаку США и Великобритании. Лишь предлог для дальнейшей эскалации в регионе. В Йемене заявили, что ответят на агрессию. Эти удары нас не пугают. А также сезон рвущихся трупов России. Сразу в нескольких регионах люди замерзают без отопления. Вот, видите? Об этих и других событиях пятницы 12 января расскажу вам я, Анастасия Тищенко. Здравствуйте. Начну с ударов США и Великобритании по позициям проиранских хуситов Йемене, которые последние полтора месяца нападают на торговые суда в Красном море. Военно-воздушные силы США заявили, что атаковали 16 объектов повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Глава центрального командования США генерал Майкл Курила назвал целью операции радары, системы противовоздушной обороны, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Удары наносили ВМС США совместно с британской авиацией. Премьер Великобритании назвал их самообороной и подчеркнул, что целями стали объекты, причастные к атакам на суда. Операция прошла при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Это очень важное действие. Они были предприняты сегодня при поддержке Австралии, чтобы сохранить свободу судоходства в открытом море и защитить глобальную торговлю. Это полностью отвечает национальным интересам Австралии. Это решение принять было непросто. Австралия предоставила специалистов, они были заняты в работе оперативного штаба. Иран немедленно осудил операцию союзников. Президент Турции Редже Придаган сказал, что США и Великобритания пытаются превратить Красное море в кровавую баню. Военный представитель Хуситов заявил, что в результате атаки погибли пять военнослужащих, еще шесть получили ранения. Он назвал удар неоправданным, подчеркнув, что их группировка продолжит атаковать корабли, идущие в сторону Израиля. Поддерживают эту позицию некоторые граждане Йемена, где сегодня проходит массовый митинг. Вот что сказали рейтеру жители столицы и крупнейшего города Сана. Удары по Йемену, совершенные американцами и сионистами, это агрессия против йеменского народа. И это началось не только сейчас. Мы наблюдаем это уже очень давно. Хусейн Аль-Хуси предостерегал нас насчет США и Израиля, что они могут сделать с арабскими и исламскими народами в целом. И поскольку мы поддерживаем Аляксу, палестинцев и сектор Газа, они поступят с нами также. Эти удары нас не пугают. Мы маджахеды, и мы приложим все силы, которые у нас есть. Политическое руководство, САИД, вооруженные силы и йеменский народ, мы все стоим как один человек. Мы все с Аль-Акса, пока не будет освобожден каждый дюйм Иерусалима. Российский МИД осудил удары, цитата, нелегальной международной коалиции во главе с США и Британией по объектам Йемена. Атака может стать предлогом для дальнейшей эскалации ситуации в регионе, заявила Мария Захарова. Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в Совете безопасности ООН по Красному морю лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников. Масштабная военная эскалация в районе Красного моря может перечерпнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе еменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока. Накануне атаки американские военные сообщили, что хуситы совершили 27-е нападение, начиная с 19 ноября. Они выпустили противокорабельную баллистическую ракету в Адонском заливе. Кроме того, на этой неделе военно-морские силы США и Великобритании сбили беспилотники и ракеты, выпущенные хуситами в направлении южной части Красного моря. Там проходит один из самых важных торговых путей между Азией и Европой. 2000 экипажей были вынуждены изменить свои маршруты, чтобы избежать района Красного моря. Хуситы, контролирующие северную часть Йемена, включая часть морского побережья, ранее объявляли, что включаются в войну с Израилем и будут обстреливать любые суда, идущие в эту страну или из нее. В последние дни обстрелы в Красном море происходят почти ежедневно. При этом атакам подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю. Ну а Россия хочет мира. Специальную военную операцию, так Кремль называет войну против Украины, нужно остановить. Это заявление бывшего депутата Госдумы России Бориса Надеждина, который надеется стать кандидатом в президенты на будущих выборах. Накануне он встретился с женами мобилизованных, которые несколько месяцев добиваются ротации на фронте. Нам дождаться цинковых гробов, когда долг наших мужчин будет считаться выполненным. Почему, извините, зэков выпускают через полгода после того, как они выполнили свои задачи в зоне СО? Чем? Что? Что сделали наши мужчины? Чем они провинились перед этой Родиной? Что они там, в окопах? Мой муж с фироляк находится непосредственно в окопе. Никакой ротации он не видел. Мой брат тоже никакой ротации не видел. Родственники мобилизованных рассказали на этой встрече о трудностях, с которыми сталкиваются. Им, в частности, отказывают в согласовании акций протеста. У них самих отношение к так называемой спецоперации сильно изменилось. Надеждин раскритиковал решение российских властей оставить мобилизованных на фронте до завершения так называемой СВО. Сам он выступает за окончание войны России против Украины. Когда начиналось СВО, огромное количество людей испытали энтузиазм, потому что из-за вот этой пропаганды все действительно верили, что в Киеве нацисты, фашисты, что там НАТО вот-вот прямо танки натовские вот-вот пойдут на Москву, не знаю, на все. Люди действительно в это верили. Верили в это. И отсюда такая была поддержка. Но сейчас абсолютно другие настроения. Вы сами слышите, как изменилось отношение вот этих женщин, этих мужей. Страна хочет мира. Это абсолютно очевидно. Страна хочет, чтобы все это закончилось. Люди хотят, чтобы вернулись домой те, кто там находятся. Борис Надеждин и его команда сейчас занимаются сбором подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России. По закону собрать нужно 300 тысяч подписей. В поддержку Надеждина высказалась ржевская журналистка Екатерина Дунцова, который ЦИК не разрешил собирать подписи. На предвыборном сайте Надеждина опубликован его манифест, в котором сказано, что он принципиальный противник политики действующего президента России. Дальше цитирую. Путин видит мир из прошлого и тащит Россию в прошлое. Он совершил фатальную ошибку, начав СВО. Ни одна из ее заявленных целей не выполнена и вряд ли выполнима без огромного ущерба экономики и непоправимого удара по демографии России. Российское издание «Верстка» пишет, российский центр избирком хоть и допустил бывшего депутата Госдумы до сбора подписей, но планирует в итоге отказать ему в регистрации в качестве кандидата под предлогом низкого качества подписей, который он сдаст в ЦИК. Как рассказали «Верстки-3» источника, близкие к администрации Путина, Надеждин сначала был согласованным с Кремлем кандидатом, но затем выступил не только против СВО, но и лично Путина, и от поддержки Надеждина в Кремле отказались. Сам Борис Надеждин в интервью телеканалу «Настоящее время» заверил, что с Кремлем его избирательная кампания никак не связана. За последний месяц, как я выдвинулся в президенты с позиции, заметьте, против специальной военной операции, против курса Путина, я столько всего узнал, я уже давно перестал все читать, я то был согласован с Кремлем. Последние дни мне предвекают, что все, я там главный враг страны, значит, наши вот эти Z-каналы требуют меня просто расстрелять, в лучшем случае арестовать. Я думаю, что если бы я все это читал, я бы с ума сошел, и вам не советую. Я уже 20 лет, если вы мою биографию изучите, она широко известна, в Википедии можно почитать, я уже 20 лет критикую Путина и его курс, 20 лет. При этом я до сих пор жив на свободе и даже не иноаген. Но я вам хочу сказать важную вещь. Я русский патриот, и я буду служить своей родине и защищать в том числе тех парней, которых политическое руководство заставило идти на фронт. Я русский патриот, и думаю в первую очередь о России. При всем уважении и понимании страданий украинского народа. Российская армия тем временем готовит наступление на нескольких направлениях, в том числе в районе Северска, в Бахмутском районе Донецкой области, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Для наступления туда перемещают подразделения «Шторм» и формируют штурмовые роты. Здесь, недалеко от Бахмута, украинские военные отражают по несколько атак в сутки, в то время как российские подразделения пытаются выйти на канал «Северский Донецк-Донбасс», чтобы захватить город Часов-Яр. Сейчас температура в районе Бахмута минус 10, но, по словам военных, несмотря на холод в такую погоду, им работать легче, чем в дождь или снегопад. Армия России, по данным Сырского, привлекает для штурма на этом направлении подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковой части состава Северного флота. Кроме того, российская армия в районе Бахмута меняет тактику, говорят украинские военнослужащие. Теперь вместо пехоты и бронетехники гораздо чаще стали использовать беспилотники. Сейчас мороз на улице, но нет никаких осадков. То есть птичка взлетает, она все хорошо видит, никакие ни дождь, ни ветер не мешают ей. Как-никак земля твердая, проще передвигаться, проще обсуживать, проще, когда мороз на улице. А что это? Зушка. Где-то дрон висит. Активное наступление российская армия проводит практически по всему востоку, в районе Авдеевки, Лимана и Маринки. На подступах к Купинску атакуют поселок Синьковка. На юге Украины российские войска пытаются отбить назад позиции в районе Работина и не дать ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. ВСУ по всем направлениям держит оборону, говорит командующий сухопутных войск Александр Сырский. Накануне вечером в этом районе были отбиты две российские атаки, заявили в Генштабе. Провоенные Z-блогеры также сообщали о тяжелых боях у Синьковки. При этом один из них утверждает, что бои на Купинском направлении перешли в позиционные, поскольку украинские силы перебросили Купинскую резервы, включая артиллерию. И штурм украинской обороны в этом районе ослабел. В Главном управлении разведки сообщили, что сейчас против ВСУ в Украине воюют почти 500 тысяч российских военных. То, что армия России активизировалась на фронте, подтверждает и президент Украины Владимир Зеленский. Он связывает это с предстоящими весной выборами президента России. Будут ли они готовить контрнаступательные действия? Да, они будут. Когда, понимая, что человек готовится к выборам, приблизительно понятно, что они хотят каких-то тактических побед маленьких, чтобы информационно поднимать перед выборами и готовиться к чему-то глобальному или массовому после. Как на линии фронта, так и вдоль северной границы с Россией идет строительство фортификации. Еще в ноябре украинский президент констатировал, что летнее контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов и приказал военным сосредоточиться на обороне. Эти укреп-сооружения к северо-востоку от Купинска строятся в открытом поле, что создает большие риски. Недалеко гремит артиллерия, поэтому часто траншеи роют под покровом ночи. Военные инженеры говорят, что большинство таких заграждений нужно было строить намного раньше, весной, потому что это занимает слишком много времени. Поэтому сейчас работают сутки напролет, чтобы выстроить самые разные оборонительные линии. Сейчас нерациональное использование узловых, мощных, красивых объектов обороны, как железобетонный ДОТ, который очень красиво показать. В основном сейчас рассредоточенная оборона, то есть это максимальное количество траншей, невзрывных укреплений, то есть газы, противотанковых тетраэдеров, минные поля, то есть их дополняющие. Ну, то есть максимальное рассредоточение обороны, закрывающего максимальную площадь. Ну, прикрытие. Сейчас мы создаем такую оборону, которая включает в себя дополнительные силы и средства, чтобы Российская Федерация навсегда избавилась от своих вражеских замыслов. По мнению некоторых западных военных аналитиков, весь 2024 год ВСУ могут провести в активной обороне в условиях сокращения военной поддержки от партнеров. Держать оборону для этих военных, например, уже дело привычное. Это их вторая зима в окопах Харьковской области. Все лето они занимались укреплением и улучшением своих позиций. Говорят, до ближайшей российской траншеи отсюда меньше километра. В последнее время ряд военных экспертов подчеркивают, что армия России может готовить наступление на Харьков и будет активизировать штурмы. Но некоторые, например, Евгений Дикий, полагают, что у российских войск сейчас просто нет резервов для наступления на Харьков. Но это не означает, что его не будет. Госдепартамент США ввел санкции против России за приобретение северокорейских баллистических ракет. Уже как минимум одну из них Россия использовала во время массированного удара по территории Украины 30 декабря, говорится в заявлении Совета нацбезопасности. Удары, которые наносит Россия, только усиливаются. И мы говорили об этом ранее на этой неделе. Россия использует северокорейские баллистические ракеты, чтобы совершать свои грязные поступки. Поэтому мы должны безотлагательно принимать меры уже в эти зимние месяцы. Новые санкции ввели против трех российских организаций одного физлица. Накануне семь стран-членов Совета безопасности ООН выступили с заявлением, осудив закупку северокорейских ракет. Они обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, введенное Советом безопасности. Представитель Южной Кореи в ООН заявил, что удары, которые Россия наносит северокорейскими ракетами, позволяют Пхеньяну получить данные об их боевом применении и усовершенствовать ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Россия получение ракет от КНДР не признает. Добавлю, что на днях Пентагон также опубликовал доклад, в котором говорится, что часть военной помощи Украине на сумму свыше 1 миллиарда долларов не отслеживалась американскими чиновниками должным образом. Это усиливает опасения по поводу возможной кражи вооружений или их контрабанды и может повлиять на предоставление дальнейшей военной помощи Киеву. При этом в Министерстве обороны США уверяют, что вся военная техника, переданная Украине, используется для отражения российской агрессии. Причины, по которым это не проверено в полном объеме, Пентагон назвал две. Нехватка персонала и их невозможность свободно ездить по стране. Российские войска не прекращают атаки на украинские города. За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 73 раза, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, армия России выпустила 310 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и беспилотников. В результате атаки погибли как минимум 2 человека, еще двое получили ранения. Одно из тел спасатели нашли в автомобиле, который попал под обстрел. В Харькове накануне в результате российского ракетного удара по гостинице пострадали 13 человек. Двое из них сейчас в тяжелом состоянии. Среди раненых также двое журналистов турецкого агентства «Анадолу», которые остановились в этом отеле. Разбор завалов длился несколько часов. На месте работали десятки спасателей, волонтеров и медики. Как сообщают украинские власти, прошлой ночью Россия атаковала гостиничный комплекс в Харькове двумя ракетами с территории Белгородской области. В момент удара в гостинице находились более 30 человек, сообщил глава Харьковской области Олег Сенегубов. Кроме гостиницы повреждены жилые дома, автосалон и производственное предприятие. Российская Минобороны заявляет, что целями атаки являются военные, а не гражданские объекты. А в российском Белгороде, который в последнее время также подвергался обстрелам, остановки общественного транспорта начали укреплять мешками с песком и бетонными конструкциями. Вот так это выглядит. По словам мэра города, губернатор поставил задачу защитить все 556 остановок Белгорода. А там, где не получится, власти должны установить специальные модульные конструкции, которые используют Минобороны России для защиты от обстрелов. Тем временем в Москве на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ был день Белгородской области. Сообщается, что посетители высказали поддержку белгородцам. Также на форуме выступил губернатор области Вячеслав Гладков. Последние два года серьезнейшие испытания для всей страны, для нашего региона, как прифронтового. У нас с 29 декабря до сегодняшнего дня большие потери и погибли нервные жители, много раненых, много разрушений. И, конечно же, это трагедия. С другой стороны, мы в очередной раз увидели о том, кто наш враг. Гладков написал у себя в телеграм-канале, что за последние сутки украинские военные выпустили по Белгородской области 14 боеприпасов, а также применили для ударов беспилотники. В результате поврежден объект электроснабжения. В украинском генштабе эти заявления не комментировали. Бывшего бойца ЧВК Вагнер Максима Волкова осудили на 7 лет по делу об убийстве. При этом участие Волкова в так называемой СВО суд в Приморье посчитал смягчающим обстоятельством и проигнорировал раннюю судимость вагнеровца, которая должна была стать отчягчающим обстоятельством. В марте 2022 года Волков уже был осужден на 8 лет колонии строгого режима, также по делу об убийстве. Из колонии Волков вышел на свободу, вступив в ряды ЧВК Вагнер. После участия в войне он вернулся домой, в Приморский край. Согласно показаниям свидетелей, 5 дней до убийства Волков регулярно выпивал. Во время очередного застолья он поссорился со знакомым, избил его табуреткой и битой, а также дважды ударил в область ягодиц ножом. Вострадавший умер от обильной кровопотери. Суд решил, что инициатором конфликта стал убитый, который своими словами про военную операцию в Украине «сильно задел чувство вернувшегося с войны Волкова», говорится в судебном постановлении. На данный момент известно уже о нескольких десятках случаев, когда помилованные, вернувшись с войны, вновь совершили преступления, включая убийства и изнасилования. В Кремле считают, что заключенные правильно получают досрочную свободу, поскольку искупают кровью преступления на поле боя. Коммунальные аварии в России стали в последние дни одной из главных проблем сразу в нескольких регионах. В Новосибирске из-за аварии на теплосети без тепла и горячей воды остались порядка 400 зданий, включая жилые дома и десятки учебных и медицинских учреждений. Больницы не принимают пациентов, а школы перешли на удаленку. Причиной аварии стала заржавевшая труба, которую проложили еще в 1974 году и планировали обновить только в 2026, то есть через полстолетия. Все в воде. Пермская улица. Улицу рядом с местом, где произошла авария, залила водой. Визию оттуда публикуют телеграм-каналы. Сегодня днем в части домов Новосибирска все еще не было отопления. В квартире 14 градусов, батареи пустые, пишут местные жители. Коммунальные службы запускают горячую воду, но некоторые люди опасаются, что из-за неправильной подачи давления трубы могут лопнуть, как это происходило в подмосковном Подольске, где в результате аварии в котельной без отопления остались порядка 170 домов. В Петрозаводске, где в начале года из-за морозов также было нарушено водоснабжение, уволилось все руководство ЖКХ. Накануне их увольнения отопление пропало в здании мэрии. Там лопнули трубы, а чиновникам пришлось принимать посетителей в пальто и шапках. Кроме того, мощный снежный циклон обрушился на Сахалин. Самолеты задерживаются на прилет и вылет. Из-за метели закрыли несколько автодорог и отменили междугородние автобусы. Школьников нескольких районов перевели на дистанционное обучение. Уже четвертый день без отопления живут несколько микрорайонов на севере Волгограда. Из-за снегопадов режим ЧАЭС ввели в Ярославской области. В населенных пунктах произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Дороги завалило снегом. Обесточенными оказались Переславль-Залезский и Углический районы. Восстановить электроснабжение пока удалось не везде. Зима в России выдалась холодной и число коммунальных аварий резко выросло. Напомню, в конце прошлой недели в подмосковном Подольске из-за аварии в Котельной более 20 тысяч человек в 20-ти градусный мороз также на несколько дней остались без тепла. Люди приходили в администрацию города за обогревателями, власти кормили их горячими обедами. Жители в разных регионах России, оставшиеся без тепла, записывают обращения к властям с жалобами. В наших квартирах не более 10 градусов тепла. В доме рвет трубы и нарушена работа электричества из-за множества включенных электрообогревателей. Горячая линия теряет наши заявки. Управляющая компания ни на что не отвечает. Информации о том, что случилось, никто не дает. При этом в платежках мы получаем космические суммы за отопление и электричество. Я живу давно здесь, но такого холода не было никогда. Я вот у пенсионерка все, я замерзаю, я по тремя одеялами сплю. Это куда годится? Я ветеран труда, я заслужила жить по-человечески. В Кремле обозначили, что проблему увидят и решают, но быстро помочь всем не получится. Несмотря на усилия по обновлению систем ЖКХ, сейчас реально провести только аварийный ремонт. Многие сети остаются в довольно ветхом состоянии, а на предстоящей неделе в России синоптики обещают аномальные холода. На этом все на сегодня. Оставляйте свои комментарии под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Так вы сможете следить за новостями вместе с нами. Меня зовут Анастасия Тищенко. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok